Христос воскрес! Христос воскрес, Гнадий! Воистину воскрес! Добрый воскрес! Добрый воскрес! Я ей говорю, что уже утро началось, она говорит, да какое утро, когда ночь еще? Я спать хочу, она разбудила меня. Отключите, не мешайте! Молитесь, Инатолий Михайлович! Боже, будь милостив ко мне грешному! Создав имя Господи, помилуй меня! Бестеславие согрешил Господи, прости меня грешного! И помилуй! Светися, светися, в Новой Иерусалиме! Слава Богу Господь на Тебе воссия! Ликуй ныне и веселись о Сионе! Ты же чистая красу и вся Богородица, о восстании и Рождества Твоего! Слава Твою Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Воскресы измертвы! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного Животворящего Креста, святых ангелов наших Хранителей и всех ради святых! Помилуй и спаси нас, как о благе Си! И человека любец! Аминь! Боже, милостью, будь мне грешному! Создав имя Господи, и помилуй меня! Иисусе Славис и грешил Господи! Прости меня грешного и помилуй! Христос воскрес из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во грабе живот дарова! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи! Очисти грехи наши, Владыка! Прости беззакония наши, святые, и посети исцеленевощи наши имени Твоего Ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое, да проявит Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе! Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого! Ибо Твое есть Царство и Сила, и Слава во веки! Аминь! Встав после снам, преподаем к стопам Твоим благе, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной! Свят, свят, свят ты Божий! Молитвами, Богородицы, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи, умы, просвети сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица! Свят, свят, свят ты Божий! Молитвами, Богородицы, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий! Не прогневался на меня ленивого и грешего, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое! И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою! И открою старое, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее Имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! 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 Придите поклонимся Царю нашему Богу! Придите поклонимся и припойдем ко Христу Царю нашему Богу! Придите поклонимся и припадем к самому Христу Царю и Богу нашему! В салон 32 Радуйтесь праведным! Славьте Господа на Господь, пойте Ему на десятилетной псалтыре, пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворено небеса и духом уст Его, все воин своих. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, а исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша. А о нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Благословю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кротки и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, и избавляет их. Пусите, и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь, Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скинный бедствует и терпит голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мир и следуй за ним. Ощи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывает праведные, Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. В ризах Господь сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой, и избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посади наши чьи, приношу Тебе песни спаси, и, преподая к стопам Твоим, вызываю к Тебе, не дай мне усунь греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божий, и спаси меня. Молодыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, Юрий, в Царство Тое Вечное. Ибо Ты, мой Творец и Источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и вовеки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу, и в прошедшее время этой ночи провести без напасти, и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой мне при свете Твоей истины, и с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержители, Божий сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных живущей, озирающей долы земли и наблюдающей сердца и помыслы, и ясно ведающей тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, слова, мысли, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и отрезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына. Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет у нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. И готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразима радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. Тебя воспевают все творения, веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставлю на блестимую бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тего во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем, и садил меня, рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, Святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и всецкверные луковые хуньи и помышления от несчастного моего сердца. И от помраченного ума моего, погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. И избах меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов. Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Галина, Ольга, Анатолий, Екатерина, Надежда, Татьяна, Янис, Сергий. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, даруй им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой Христе души рабов Твоих, правцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляет Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, мы увлечаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувима, и несравненно славнейшего не жили Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой и удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. По молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства. Чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с Единородным Твоим Сыном и с творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, воззри на детей наших, не спошли на них Духа премудрость, разум, благочестие. И просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, во свое спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебе слава возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Молитесь всегда. Спасибо, Господи, помилуй отца моего духовного. Родители. Сродников, благодетель, митрополита Иллариона. Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Иоанна. Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Владимира, Владимира, Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Французского, Корнилия, Александра, Деодоры, Тихона. И весь священник, щаскина, щаскичин. И вышли истинных служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них стазари благое от церкви твоей. И сохрани их от покушения. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Ардагена, Амана. На и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. В детей Сирии помилуй и пощади. И научи нас ценить это мирное, доброе время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя, Господи. Слава Тебе за тихую, мирную ночь. Что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха и добрых дела наши. Ты сам прими, благослови, исполни, сердца людей расположи к нам. И сохрани нас здесь и селение наше. От пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима. И Владимира, обрати, дай ему веру Твою святую. И достави Людмилу и любовь Владимира, Алексея и Иосифа с родствой. И прищедобрые жители с детьми, любящими и знающими закон Твой. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Сядок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину и Рашид, пределы, в общем. Найди новая душа. Спаси и помилуй Катерину, Валентину, Надежду, Евгению, Наталью. Анастасию, Роман, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, 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 Александра, 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 Вячеслава, Илью. Будь милостив, младыка, и слышу молитвы противящейся истины Твоей, враждующих против нас, творящих пакости и злословия. Умягчи их сердца и примири с нами. И в судный день не помяни их безумия. Максима, Александра, Александра, Сергея, Евгения. Аллилуйя, посети наших благодетелей, благослови их, Господи, и сохрани их расположение к нам и делу во славу Твоему делу Ему. Елену, Людмилу, Нианилу, Александру, Евгению, Наталью, Эдуарду, Юрию, Светлану, Надежду. Найди отступников, которых враг соблазнил и увел. Михаила, Николая, Александра, Юлию, Астасию. Помилуй нас, Господи, благослови Евгении. И роман из Баква «Духа лжи», где он есть. Открой ему истину, сокруши его недовольство и верни его к Святой Православной Церкви. Благослови Никиту, Виталия, даруй духовное рождение. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию и Татьяну. Посети болящих. Дай силы, терпение перенести страдания. И пошли на исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Татьяна, 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 Валентина, Валентина, Александра, Мария, Надежда, Игоря. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов. Ибо по Твоему благоволению все может оказаться на пользу. Слава Тебе, милосердный, Господь и Бог наш. Сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути, как и по сей день ты хранил. Слава Тебе. И благослови трудящийся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктор. Сергея, Сергея. Андрея, Андрея, Валентина. Вячеслава, Дмитрия, Ильи Ю. И наставь на путь истины. Благослови и обрати. Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Иисусе Христе. Хвала Тебе, милосердный. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Благослови, Рахи, Езру и Самире, дай веру истинную, дабы не верила же пророчества. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Воздай милостями всем помогавшим нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Семейскую, Дмитрия, Людмилу, Надежду. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел, и за эту прошедшую тихую ночь. Столько лет Ты хранил и защищал и в путешествиях, и в тесных обстоятельствах, и сердца людей располагал. Воздай им добром. Христиану, Владимиру и всех встречавшихся. Аллилуйя. Прошу Тебя, мой Ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным. И введя на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Христитель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать и жить во всем экономно поступая. И видеть нуждающихся в нашей помощи и спешить к ним. Аллилуйя. Святитель Христов Никола Мерликийский, чудотворец, моли Бога о нас. Господи, каждому дару и жилье из Сергея Гавиилу. Укрепи народ твой, дабы не страшиться ни старений начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон. Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия и Аиль. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, Пророк, Михей, Аврам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли на встречу тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Ирустика найди, не дай ему погибнуть. Господи Божий наш, слава тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серопимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие. Святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Иоанн. А дарует Господь нам жажду и следует священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы! Василий Великий, Григорий Богослов и Ангел Таусов, Аннаси Великий и Прим Сирин, Антони, Макари, Макари, Антони, Феодосий, Корнилий и Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антобольский, Анкронштадский, Аншаншайский, Кирилл и Меподий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохраните нас Господь в святой православной вере. А замосте ретяков ничто преврати и развей. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетвая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприян и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие, истыдливость, и сохраниха всяческого поругания, исправь непокоримость. Галина, семейство Евгений, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Елена, Людмила и Анна, и прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, о любящий наш Отец Небесный. Во имя Голговской жертвы Иисуса Христа просим и пролитой за нас в крови, помилуй нас, дабы никто не оказался опоздавшим и отставшим. Но чтобы как на ресталище бежали, дабы получить награду, от всего ненужного избавь, освободи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Говори, Владыка, Господи, слушай и дослышит раб Твой. Благослови Алексея в пути в Иерусалиме и возврати его с миром, и открой ему истину Твою. Избави от этой бездны обольщений, которая окружает его со всех сторон. Аллилуйя. Аминь. Христос воскрес всем. Воистину воскрес. Так, Сергей Павлович. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Ну, прямо мой телефон разбился, какие-то выскакивают неизвестные и проще. Так, сегодня постарайся надо отправить. Посылку вторую заказали, полный комплект. И попутно там к губернатору я занесу это, который приглашение, чтобы сразу со мной расправился там. Ну так во сколько заедешь? Сегодня непременно надо отправить. Часов в двенадцать пойдет. В двенадцать? Да. Нам нужно как-то попасть так, чтобы в администрации край-то не обед был. Если бы в одиннадцать, то лучше было. Туда сначала сунулись, чтобы, ну, успели мы. А потом тут уже отправлять книги. Я не знаю, коробки-то есть или нет. Полный комплект тут заказали. А это тридцать, ну так, тридцать шесть симфонии-то когда они заказали. Прямо непременно сегодня надо это сделать. Сделаю. Ты мне только позвони, чтобы я тебя тут встретил. Это не где-то. А то я, бывает, на Голубятин залезу там и убираю. Позвони мне, пожалуйста. Позвоню. Все, отошел. Не забудь только никак, пожалуйста. Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лавкина. Тема о благовестии. Сердце, разум, поиск, делать выбор, встреча лично со Христом. Все это стало туманной историей. А путь спасения повернулся совершенно по иному руслу. Не проповедники, рассеявшись, ходили и благовествовали, а желающие задолго, за тысячи лет до пришествия Антихриста, пошли от моря и до моря, и скитаются от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Гора пошла к Магомету, и это понравилось и закрепилось, и вся Русь представляла странное зрелище. С котомками, с мешками шли по всему миру, ища святости в людях, и как следствие потребовались цветы и места. Хотя все и нужно было это, но не как подмена, но имея видимые святыни, и того не оставлять. Матфея 23.3 И потребовалось каждому Колизею по ночам завозить специально раздробленных камешков до четырех грузовиков в ночь, чтобы днем паломники разобрали эти святыни и развезли по всему миру. Кто-то гонит и гонит новые толпы паломников, жаждущих насытить пять органов чувств. Развозить стали не только горы камней, реки, воды из тех рек палестинских, афонских, но дробить, расчленять тела святых. Жития святых говорят совершенно об обратном. Нашли мощи и оторванные части тела, приложили к ним, а они разносили. Память 16 июля, и не разрешали брать от них тел, даже волосок. 1 сентября Симеон Столпник. И когда патриарх покусился на это, рука тотчас отсохла. 9 ноября феоктиста. 31 июля Евдоким. 15 сентября Никита. Взяли у него один палец и отсохла рука. 13 декабря Евстрати дал наказ. Евстрати дал наказ. От тела не брать ничего. Также 5 апреля Марко Финский. 25 июня. Кто хочет взять часть ее тела, разбросанного палачами, раздавался гром, землетрясение, руки отсыхали, смерть. 26 октября. Дмитрий Солунской. В одном месте почитается святой, чьи мощи тела истлела, в другом нетление почитают. Уверовал, ушел в пустыню. Народ ищет его. И он снова уходит еще дальше. И туда идут толпы. Берут землю, кору, воду, кости. Стали брать землю с могилы, мазаться, разводить и пить ее. 14 декабря Филимон. 12 сентября Иулиан. 9 июля. Федор Эдетский. 13 января. Иринар Хростовский. 2 января Серафим. Самоубийство. Бросился с высоты. Утопился. Самосожжение. Стало восхваляться, как подвиг. 3 октября. Зиновия. 31 января. Трифон. 8 октября. Пелагия. 12 августа. Фотий. 22 марта. Дросида. Человеческую кровь стали разводить с полотенца и пить. 5 июля Афанасий Афонский. Частицу причастия стали класть на грудь мертвого. 14 марта. Венедикт. Что есть тут-то евангельское? Все эти награды, митры, клобуки, колокола, шлейфы, архиевейские, палицы и ордена. Все это есть страшная дань бездуховности. Жалкая попытка прикрыть ту зияющую бездну, когда живое слово проповеди ушло из жизни. Но даже сказать вслух об этом боязно сочтут сказанное за ересь и могут отлучить от церкви и предать духовной инквизиции. И отцы собора, запрещая в храмах проповедовать непосвященным в сам, чувствовали, что это дело опасное. Потому и наказание дали 40 дней. За сотрудничество с врагами церкви, помощь им, Григорий Чудотворец Неокисарийский, правила отлучают на 30 лет. А за попытку одного архиерея отнять у другого епархию, пожизненное. 40 дней это просто острастка. Вместо того положения Аполлоса, которое имели служители слова, пользоваться всеми преимуществами рождающего. Когда читаешь отчет Игнатия Бринчанинова о его поездке по монастырям, а их было в России перед революцией около 1275, и вот мерзость запустили на святом месте и одно лицемерство, куда понадобились тунеядцы. И монахини эти черные галки ни молиться, ни жить не умеют. И вот там речи богомерзкие. Стоглавый собор, глава 52. Идут в монастыри ради покоя, глава 44. У безбожников такого нет, 53 глава. В храмах разговоры, в шапках дерутся попы. Воры, 51 глава. На престолах волшебство, мерзость, 73 глава. Попы пьяные бьются между собой до крови, 29-34 главы. В церкви шепотки невести. 38 глава. Шапок татарских не носить. Не вести, не вести, не разговаривать. А в церкви шепотки не вести. Да, шапотом не разговаривать. Шапотом не разговаривать. 38 глава. Шапок татарских не носить. Паганские обычаи у каждой страны, а у нас свои. Борот не стричь, и усов не постригать. 40 глава. Сорочку родившегося держали на престоле. 41 глава. Деньги за крещение и за иные таинства не брать. 44 глава. Богатым льготы в монастыре. Три сорта кваса. 52 глава. И даже семь сортов. И новой церкви не строить, чьи славя ради. 84 глава. 12 главы собор. 1551 год. Что же стало с верой на Руси? Нероны, Трояны, Декии, Диоклетианы, Юлианы и Ульяновы не сделали того поругания обмерщения в церкви, что сделали мы сами, отвергнув живое слово, вырвав его из сознания людей, когда попытались проповедь ограничить только храмом и только через епископов и присвятеров. Удар в 1917 году нанесли потому, что считалось святым, и оказалось, что никакой святой Руси не было, а была полуязыческая страна, где Евангелие не проповедовалось как должно и даже не как во многих местах. А места свято-пусто не бывает, и с такой же ревностью тоже русский мужик, ни еврей, ни масон, полез крушить купола, сжечь иконы. Процессы духовного разложения и перерождения в русском, именно народе, как ни в каком другом, зашли слишком глубоко, так глубоко, что стали необратимы. И всю патриархию в целом следует признать еретическим сообществом, а масса ее простых прихожан, а это миллионы людей, обманутым в конец одураченным стадом словесных отец, ведомых патриархией прямо в погибель, в тот вечный огонь, которому каждый раз 9 мая кодят и кланяются и патриарх, и многие иные деятели патриархии. Патриарей Лев Лебедев Нет богопознания. Слушайте слово Господня, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Рокосия 4.1 Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Евреям 4.2 Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. 1 Царств 3.1 Слово же Божие росло и распространялось. Деяние 12.24 С такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Деяние 19.20 Кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Евангелие Теана 8.47 А весеннее Слово Божие нет ни... Нет ни тритопатикратного урожая и никакого, а есть только тернии и волцы. Вникая в себя и в учения, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофею 4.16 И об этом учении, об истине православия ничего не знают ни пастыри, ни прихожане. Впрочем, желательно нам слышать о тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Книга Деяния 28.22 Во времена же Григория Богослова, любая кухарка, покупая что-то у Арианина, забывала о детях своих, и то, что торгует, но часами могла доказывать истинность учения о Пресвятой, нераздельной и единосущной Троице. Тогда все места сел и городов превратились в училища и места диспутов. А ты иди и благовествуй, Лука 9.60 Несмотря на запреты властей мирских и духовных, заключаю, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие, если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. А наконец и совсем кончится, а останется только имя христианское. А духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник, 1863 год. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, «Не помилую их, ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня». Еще цитата. «Сказано, что врата Адовы не одолеют Церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится Церковь. Россия может окончательно потерять ее». Епископ Афанасий. Еще цитата. «На престоле большая звезда, и Евангелие со звездою, и свечи горят смоленые, трещат, как дрова. И чаша стоит, а из чаши сильное зловоние идет. И оттуда всякие гады, скорпионы, пауки ползают. Страшно смотреть на все это. Перед престолом стоит священник в ярко-красной ризе, и по ризе ползают зеленые жабы и пауки. И лицо у него страшное и черное, как уголь. Глаза красные, а изо рта у него дым идет, и пальцы черные. В этой церкви нельзя принимать миропомазание. Видение Иоанна Кронштадтского. А в последнее время мир будет опоясан железом и бумагой. Нектари. Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Лаврентий Черниговский. Истинно благочестивые христиане потерпят гонения от своих лже-братьев, лицемерных христиан. Количество христиан, хотя и увеличится ради милостивой благодати Христовой, при последней всемирной проповеди, но далеко не все они явятся подлинными последователями Христа. Многие будут ограничиваться только одной наружностью, а одними внешними обрядами. Тогда литургия творится будет вскачь по большой дороге. Нил Мироточивый. Афон. Еще цитата. Тогда, хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это одна видимость, внутри же опустошение истинное. Феофан Затворник. Еще цитата. Враг рода будет действовать хитростью. Он не станет, грубо отвергая догматы Святой Троицы. Божество Иисуса Христа и достоинство Богородицы, а незаметно станет искажать переданные святыми отцами от Духа Святого учения Церкви, и самый дух его уставы и эти ухищрения врага заметят только немногие наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, а благочестие будет в пренебрежении. Антоний Опкинский-младший. Следующая цитата. Приходит время, закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколин. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. А ходить в те храмы нельзя. Церкви будут по-православному. Церкви будут, а православному в них нельзя будет ходить. Ремонты храмов будут до самого пришествия Антихриста. Лаврентий Черниговский. Священство последних веков будет в нравственном падении через две страсти – тщеславие и чревоугодие. Нифон Цареградский. 99 священников из 100 объявят себя за Антихриста. Соловьев. Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам, иерархам и вообще священствам. Иоанн Кронштадтский. В нашей церкви будут присоединяться только… К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности. Нектарий Оптинский. Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в истине. Феодор Студит. Скоро в храмы нельзя будет ходить, все изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в церковь, «Но мы не должны будем ходить туда ни в коем случае». Кукша. «Только наново крещённая Русь может стать православным царством». Архимандрит Константин Заяц. С помощью церковных властей проповеди приводить будут членов церкви принятие антихриста. И кто не послушается антихристовых приказов, будут подвергнуты нескончаемым мучениям. Харлампий. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные, он обычно посылает людей исключительной благодатной одарённости. Как бы пророков, сильных духом и верою, не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится в служебных храмах. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти и книги, кто имеет их и может понимать. Игумен Никон. Обычно проповедь Самгона в храме, как правило, принадлежит совершителю таинства, и может быть им лишь передоверено другому лицу, также принадлежащего Клиру. «Но ко всему народу и они к одной только иерархии обращены слова Господа. Идите по всему миру, научите, проповедуйте Евангелие всей твари». Матфея 28.19.20 «Проповедание Евангелие считалось делом всякого верующего, который призывается самим Господом исповедовать его пред людьми. Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Матфея 10.32. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует пред Ангелами Божиими». Лука 12.8. «И притом не только мужчинами, но и женщинами». Фёкла, Ольга. Проповедь христианства совершалась верующими, независимо от того, являлись ли они носителями церковного сана или нет. Этот факт проходит решительно через все века до наших дней. Миссия проповеди христианства не только не связана с иерархическими преимуществами, но составляет долг и достояние каждого христианина, который говорит себе «верою и исповедую», а тем самым и проповедует. В мире они, впрочем, этого термина в слове Божьем вовсе нет, но оно называет христиан, верующие, верные, ученики, братья, принимают участие в учительстве так, что существует особый дар учительства. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасёт душу от смерти и покроет множество грехов». Иакова 5.19.20 «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». 1 Фессалоникийцам 5.11 «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Евреям 3.13 «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». 1 Петра 4.10 «Братья, если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого такового в духе кротости и наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушёнными». Галатам 6.1 «Миряне учили не только в частных, но в церковных собраниях». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, «всё сие да будет к назиданию». 1 Коринфянам 14.26 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Послание к Колосину, 3 глава, 16 стих. «У мирян не отнимается право вне богослужебного проповедования. В церкви нет места немоте, безгласию и слепому послушанию». Итак, «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игуравству». Галатам 5.11 Апостоличность, присуща всем верным, это общецерковное наследство. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их» Иоанна 17.20. «Предписание учить людей исполнению заповедей преподало множеству народа, а отнюдь не только двенадцати. Спаситель, несомненно, придавал этому посланничеству общецерковный масштаб». Ему известно было, что проповедь всем народам, живущим по всему лицу земли, была осуществима только объединенными усилиями всех Его учеников и тем, кто узрит Его очами веры. И Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Евангелие Таана, 20 глава, 29 стих. «Эта деятельность осуществляется не только и не столько священством, сколько мирянами». «Миссионерская деятельность мирян имеет громадное значение и нередко оказывается более действенной, чем проповедь Салмона». «Тем более у мирян не может быть поднято право благовествования и научного исследования вопросов христианства и учительства». «Свобода такого рода деятельности мирян может быть введена в известные границы, охраняемые иерархией. Однако она не может и не должна быть отнята». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19-20 стихи. Настольная книга священнослужителя, том 8, страница 581, 6, 21, 77 главы. Москва, 1988 год. Автору этой подборки за 40 лет миссионерской проповеднической деятельности в миру, как мирянину, пришлось претерпеть почти бесчисленное число задержаний органами власти по вызову церковнослужителей, предавших его из списки тех, кто ходил на библейские курсы, сергианские священники давали на него показания на суде самые лживые и намного хуже своих хозяев коммунистов. Узнав о его деятельности, митрополит Виталий РПЦЗ тотчас же прислал благословенную грамоту на его труды. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность проповеди Слова Божия, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Кирио Пасха 1991 год 7 апреля по новому стилю Когда же ему пришлось побывать в Джорданвильском монастыре, Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других городах, Везде просили выступить пред народом. Сами же иерархи там присутствовали всегда, и архиерей поехал на беседу с баптистами. Свидетельство может быть и через внешний вид человека. Для мужчин непорченная борода, для женщин длинные волосы, отсутствие косметики, украшений, длинные платья, открытое совершение крестного знамения при еде и питье, при езде в транспорте и других случаях. При еде над чашкой не склоняться, ибо Василий Великий говорил, всякое животное склоняется к пище, и только человек подносит пищу к себе. Не облокачивайся, стыдись и облокачивание на стол, обмана при займе и отдаче. Сирахова 41.24 Душа находит своего жениха Христа при свидетельстве о нем. Песнь пятая глава. Когда же раздался глаз Христов к спеленутой проповеди и богослужению на родном русском языке в России? «Эй, гряди Господи Иисусе». Литургия по-гречески переводится как «общее дело», «кораблестроение», «постройка всеми без исключения членами церкви», «общее по мере сил». «Но неверующие наемники, лжепастыри хотят дело проповеди сделать только их личным делом». «Коза носора наше дело», то есть говорить, что им заблагорассудится, не сравнивая с Библией. Кирилл Иерусалимский. «Иероним Стридонский таковых пастырей называет антихристами, а молчащих Василий Великий называет идолами. Иконы, крестик, религиозные картины, музыка, песни духовные – все это благовестие по мере сил. Распространить истину в книгах, параде, телевидению – это дар свидетельства о Христе. Книга Ноша Евангелия в романе «Бесы» Достоевского зовет к подражанию. «Я» Полонский повествует о слепом проповеднике с мальчиком-поводырем, который однажды решил отлучиться по своим делам, а миссионеру сказал, «С вершин увидали тебя пастухи. Какие-то старцы стоят на дороге, вот жены с детьми, говорим о Боге, о сыне распятом за наши грехи». И старца лицо просияло мгновенно, как люч, пробивающий каменный слой. Из уст его бледных живою волною высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей, казалось, слепцу в славе неба являлась, дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. И вот догорела заря золотая, и месяца бедный луч в горы проник, в ущелье повеяла сырость ночная, и вот проповедуя слышит, «Старик, довольна, пойдем, никого уже нет». Замолк грустно старец, головой паникая, но только замолк он от края до края. «Аминь!» Ему грянули камни в ответ. В годы сталинского режима верных служителей Бога ссылали на перековку в морозилке севера. Настанет день, и скажет Бог всесильный, «Довольно, север пленников отдай! Пришла весна, посев на стал обильный, Моих сынов на труд выпровождай!» Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободу обретут, Великой силой духа облекутся, И слово истины народы понесут. Говорили только о том, что сам пережил, хорошо понял. Эпиктет и Астивон повторяли только, «Я христианин!» Иные повторяют, «Христос царствует!» «Христос умер за нас и воскрес!» 1 Коринфянам 15 глава. В Самарянке достаточно было одной беседы, Чтобы привести к источнику воды живой город Сихарь. Разбойник же сказал лишь, «Господи, помяни!» И этого было достаточным, Чтобы его Господь исповедал на небесах, Чтобы двинуть мир, Двинься сам сначала. В пользу проповеди все, И рождение, и смерть, И мир, и война, и здравие, и болезнь. Только говори по Писанию, Как его истолковали святые отцы Вселенской Церкви. Шестое Вселенский Собор, 19 правило. Не прибавляй к Слову Божию и не мудрство излишне, Чтобы Слово было о Христе, о спасении, Строгое и благостное. Говори и знай, когда и где молчать. Говори, главное, многое в немногих словах, Будь как знающий, и вместе как умеющий молчать. Не говори ему оскорбительных слов, И не обременяй его требованиями. Прежде, нежели начнешь говорить, Обдумывай, и прежде болезни, Забудься о себе. Многоречивый опротивеет, И кто восхищает себе право говорить, Будет возненавиден. С безрассудным много не говори, И к неразумному не ходи. Сирахов, 32, 10, 31, 37, 18, 19, 28, 22, 12 Тайну цареву прилично хранить, А о делах Божьих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Книга Тавит, 12, 7 Прочтем материал о русском языке, О дозволенности проповедовать о Христе. Кто-либо не православный и не поймет, О чем речь. И так ведь понятно все. Да, истина настолько ясная, Что нас приучили жить во тьме непонятности, Невозрожденности. Сказано же, прежде было, Первые христиане причащались Из деревянных чаш с золотыми сердцами, А теперь из золотых чаш с деревянными сердцами. Ну, на сегодня достаточно, думаю. Разложим в следующий раз. Филосбургом. 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 Продолжение следует...